Все хорошо. Окей, все хорошо слышно. Тогда я думаю мы можем начинать. Я наверное представлюсь. Меня зовут Сергей Мартынец и я вместе с женой строим бизнес СЛР уже три года, как и мы закрытая квалификация лидера организации. Именно поэтому у меня есть большая честь вещать сегодня перед вами. Мне очень приятно, что здесь у нас в чате уже 65 человек на этом вебинаре, но я знаю, что многие опаздывают, некоторые придут немножко позже, потому что у нас вебинар будет состоять из двух частей. Первая часть это традиционно будет презентация возможностей, которые предоставляет ЛР. И вторая часть это будет какая-то школа. Чуть позже я скажу какая, потому что это будет очень полезная, очень важная, да, такая более техничная школа, потому что мы будем сегодня пошагово разбирать всю нашу стратегию и весь наш путь, собственно, до младшего менеджера и до лидера организации. Если кому-то непонятны эти термины, вы пока не обращайте внимания, потому что дальше, если вы в этом деле будете разбираться, вы поймете, что я имею ввиду. Итак, здесь на слайде вы можете увидеть как раз ту мотивацию, ради которой большинство людей что-то готовы менять. Я думаю, если вы пришли сегодня на этот вебинар, если вы зашли по той ссылке, которую вам сбросил, скорее всего, ваш знакомый или, может быть, незнакомый человек, то, наверное, вы хотите что-то поменять. Скорее всего, что-то есть, что вы хотели бы улучшить, может быть, это ваша какая-то финансовая стабильность, может быть, это здоровье, может быть, вы хотите путешествовать, но нет возможности, да, или, может быть, вы хотите просто дом своей мечты. Вот, да, как у меня, допустим, я только что готовился к вебинару, и мой маленький сын Тимофей, ему всего лишь два с половиной года, он бегал с одной комнаты в другую, смотрел мультик, игрался, пока наша мама проводила встречи в центре. Вот, но он подбежал и увидел вот на этой картинке дом, и он еще не совсем внятно говорит дом, но он бегает и кричит дом, дом, дом и показывает пальцем. Я не знаю, как кто бы воспринял, но я воспринял только то, что нужно ставить новые цели, нужно брать новую планку, и, конечно, нужно двигаться, потому что наш бизнес позволит и дом построить, это стоит в наших целях с супругой, и путешествовать, и, в принципе, всего этого добиться. Итак, поехали, следующий слайд, я надеюсь, что вы знаете ради чего, и именно поэтому я сразу же приступлю к делу, да, потому что возможно, возможностей в нашем мире очень много, чем больше мы, ну, скажем так, живем, тем больше возможностей открывается, и наши родители, к сожалению, не имели такого количества возможностей, да, и они не могли, ну, если они родились в не очень, скажем так, богатой семье, то чаще всего, ну, не могли они преуспеть в жизни, да, допустим, мой отец, мы выросли в бедной семье, да, в селе, и он говорит, ну, я не умею, вот нет у меня таких способностей, да, я не предприниматель, хотя бы он, он мог бы, да, он в своем деле довольно-таки, ну, превыспел. Так, сейчас, секундочку, что-то слайд у меня не переключается. Сейчас, прошу прощения. Что-то мой компьютер аж прям подзавис. Вот, итак, мы сегодня будем говорить, конечно же, о LR. LR – это крупная компания, это немецкая компания, компания прямых продаж, которая работает уже более 30 лет, да, точнее, 31 год, и она открыла уже 33 страны и территории. И, конечно же, это сработало в Европе, компания является самой быстрорастущей. В прошлом году, в 2015 году компания получила, вот, европейская компания прямых продаж, да, ассоциации, она получила награду за компанию года, да, просто так такие награды не даются. И в пяти странах Европы компания LR является компанией номер один по обороту, да, в Украине понятно, что компания не так давно, она 3,5 года, и сейчас пока у нас эту компанию мало кто знает, но для нас это большой плюс, потому что именно в такие времена, ну, можно построить большой бизнес в перспективе. Сейчас, конечно, моя задача показать вам, почему LR, чем LR отличается от других компаний, какие есть возможности, какие она предоставляет своим партнерам. Ну, и, конечно, я постараюсь очень быстренько пробежаться по основным факторам. Когда мы принимали решение сотрудничать с LR, мы с женой имели уже небольшой опыт в индустрии прямых продаж, и для нас, ну, то есть мы понимали, у нас уже были четкие критерии, да, выбора компании. С одной стороны, мы не хотели работать в компании, которые существуют там 1-2 года, да, или там меньше 5 лет, потому что есть статистика Международной Ассоциации Прямых Продаж о том, что 95% компаний, вообще любых, закрываются в первые 5 лет. И не хотелось, конечно, сотрудничать с компанией, которая, возможно, закроется. Именно поэтому, с одной стороны, нам хотелось компанию, которая уже проверенная, которая уже работает много лет, но с другой стороны, хотелось такую компанию, которая в нашем регионе еще неизвестна, да, и вот здесь в LR совпали вот такие вот два уникальных фактора. И вот вы на слайде можете увидеть это рост товарооборота компании, да, здесь, может быть, уже устаревшие цифры, но поверьте, компания каждый год, растет, невзирая на кризисы, невзирая на какие-то, может быть, другие невзгоды, да, и поверьте, за это время, за эти 30 лет были кризисы везде, и в Германии в том числе. Вот, как думаете, за счет чего компания растет? Почему ее товарооборот постоянно растет? Напишите буквально там несколько мыслей в чат. Мне просто интересно вашу обратную связь получить. Конечно же, компания растет за счет того, что она открывает новые страны, да, вот так вот Украину она открыла, приходят новые люди, продукт продаваем, да, действительно так это и есть, и постоянно запускаются новые продукты, и, допустим, у нас в этом месяце появились новые продукты, которые помогают как раз наш иммунитет поддержать, скажем так, в хорошем состоянии. Маркетинг, инновации. Действительно, компания LR постоянно развивается, постоянно вводит какие-то инновации, и я вам скажу по секрету, та программа, которая нас ждет буквально через неделю, потерпите еще неделю, это просто бомба. Я попрошу, если здесь есть, конечно, есть партнеры с Киева, которые знают уже некоторые новости, пожалуйста, воздержитесь от комментариев, потому что я бы хотел, чтобы большинство партнеров узнали это от первоисточника, и именно от той программы, которая будет у нас в Украине. Да, это такая своего рода интрига, но я скажу, что я когда услышал от Вадима Сокровищука эту информацию, потому что он общался с Евгением Пономаренко, я прям, меня вдохновило, я говорю, все, надо заново регистрироваться. Да, держитесь, держитесь, ребята, держитесь, пожалуйста, не выдавайте, потому что я, честно говоря, очень сильно, ну, скажем так, замотивировался заново, именно поэтому нужно прийти всем на бизнес-день, в Днепропетровске, который будет 30 октября, и вы, конечно, узнаете все новости, ну, а в других городах, вы узнаете все по спонсорской линии. Почему же компания растет? Да, есть пять уникальных факторов, и сегодня не буду ли я рассказывать? Вы понимаете, чтобы рассказать полностью всю программу, нужно определенное время, да, и нужны, ну, скажем так, нужно полное подтверждение. Такое подтверждение от компании будет немножко позже, да, и именно поэтому я бы не хотел что-то вам сказать такое, что, может быть, не подтвердится. И была большая просьба от руководства, чтобы мы раньше времени не говорили эти новости, но, поверьте, это будут очень-очень хорошие новости. И именно поэтому те, кто придут 30-го числа на бизнес-день, а немножко позже люди получат рассылку, вы узнаете эти все новости. Вот, но, конечно, 30-го уже мы все будем знать. Итак, пять уникальных факторов. Какие же это факторы, почему компания преуспевает? Первый, конечно же, это качественная немецкая продукция. Все, что произвено в Германии, как правило, у нас вызывает доверие, и не только у нас, у большинства людей, потому что Германия завоевала уже многолетним своим отношением к качеству, завоевала такой вот прям бренд, да, все, что произвено в Германии. И LR не исключение. LR это компания, которая, производство которой находится в Германии, и для нас это очень хорошо работает, да, потому что люди с уважением относятся. LR выпускает продукцию, огромный ассортимент, да, и это очень здорово, потому что наша задача просто поменять потребительские привычки. Да, мы будем просто покупать в другом магазине, и таким образом получается товарооборот. Вот, эта новость, Людмила, эта новость будет в рассылке немножко позже, и, конечно же, мы полностью по полочкам разложим ее в Днепропетровске 30 октября на бизнес-дне. Поэтому, если вы живете в Днепре или где-то рядом, приезжайте обязательно, да, потому что помимо этих новостей будет замечательный бизнес-день. У нас специальный гость приглашенный, и, ну, короче, его очень много интересного. И будет рассказываться продуктовые очень интересные темы. Короче, нужно быть на бизнес-дне. Что выпускает LR? LR выпускает продукцию в двух направлениях – красота и здоровье. Да, это самые, ну, такие постоянно растущие тренды. Это то, что люди всегда будут покупать. Да, это такие продукты, допустим, есть огромный ассортимент продуктов с алоэ вера. Да, и, кстати, LR является, LR является самым, ну, у нее самый большой ассортимент продуктов с алоэ вера, да, если взять всю Европу. LR выпускает огромный ассортимент декоративной косметики, да, есть причем несколько ценовых категорий. Это очень удобно для нас, потому что можно на каждый кошелек найти что-то свое. У LR есть огромный ассортимент парфюмерии, да, есть звездные парфюмы, есть классические парфюмы, которые значительно дешевле, есть большой ассортимент продуктов, которые помогают нам поддержать свое здоровье, защитить свое здоровье, иммунитет поддержать. Ну, короче, очень много продуктов, которые нужны каждый день. И самое главное – это продукты, которые заканчиваются. Это значит, что мы можем создать один раз бизнес, который будет, скажем так, постоянно приносить нам доход, да, то есть оборот. И это очень важно, потому что если в нашем бизнесе были, допустим, кастрюли, да, которых хватает на 20 лет, то нужно было постоянно искать новых покупателей. В нашем случае зубная паста заканчивается, шампунь заканчивается, дезодоранты и так далее, все заканчивается. Люди хотят быть здоровыми, красивыми и постоянно покупать эти товары. Конечно, нужно работать. Однозначно, просто так люди вас не найдут. Есть сертификаты, европейские сертификаты качества, я на этом не буду останавливаться. Вы загуглите, поищите, позадавайте вопросы тем людям, которые вас пригласили. Второй фактор – это звездная концепция. Компания ЛР работает с рядом звезд, она заключила на долгосрочную перспективу с ними договора, и это звезды, которые являются лицом компании. Ну, конечно, самый известный – это Брюс Виллис, да, все его знают. Этот крепкий орешек, он не просто выпускает совместно с ЛР серию, парфюмерную серию, а он еще участвует на крупных мероприятиях. Да, мы были на 30-летии в Германии, где, собственно, присутствовал и Брюс Виллис, и Каролина Куркова, и все звезды, которые сотрудничают с ЛР. И это действительно подтверждает масштабы компаний. Конечно, все проверьте, посмотрите в прессе, посмотрите в интернете, в YouTube. Есть очень много информации о том, что звезды действительно знают о том, что они работают с ЛР, и даже в своих соцсетях, в Facebook, допустим, Каролина Куркова очень часто делает какие-то посты о том, что она работает с ЛР. Отвечаю, Виктория из Днепра, это будет в Миноре в 12 часов, 30-го числа. 30-го октября в 12 часов в Миноре будет бизнес-день в Днепре. Вот, повторил еще раз. А вообще, лучше такие вопросы задавайте своим спонсорам, они просто обязаны знать. Третий фактор, это справедливый и надежный маркетинг-план. Знаете, здесь, если у вас нет опыта в сетевой индустрии, вам будет, может быть, не совсем понятно, но я основные такие цифры скажу, потому что, чтобы разобраться в маркетинг-плане, нужно, конечно, уделить этому время. И первое время я очень досконально разбирался в маркетинг-плане, я считал, сравнивал с другими, я прям, ну, все до копейки высчитывал. И если взять основные моменты, то, допустим, для людей, которые любят продавать, таких людей по статистике не так много. Вот, кстати, поставьте плюсик тех, кто любит продавать. Мы проверим, насколько здесь у нас много продавцов. Если вы любите продавать, если вы получаете от этого удовольствие, ставьте плюсик. Мне кажется, это хороший навык на самом деле. Я раньше очень не любил продавать, я думал, что я не люблю продавать. Я работал барменом, и оказывается, что я постоянно что-то продавал за барной стойкой. Вот видите, только три человека любят продавать. Ну, вот говорят специалисты, что по статистике 5% любят действительно продавать, а все остальные любят покупать. Именно поэтому наш бизнес в основном строится на потреблении. Начинается все с личного потребления, потому что мы просто меняем свои привычки. Мы покупаем зубную пасту не там, где мы раньше покупали, а в ЛР. Мы покупаем шампунь в ЛР, мы покупаем витамины в ЛР и так далее. Первая цифра 40% это торговая наценка. Это то же самое, что 28% скидка. Ребят, если вы еще не можете понять разницу, сядьте, возьмите калькулятор, бумажку, ручку и разберитесь. И вы поймете, что такое наценка, что такое скидка. В одну сторону это 28%, если это скидка, если это наценка, это 40%. Это одна и та же цифра. Потому что до сих пор приходится людям объяснять о том, что это одна и та же цифра. Для тех людей, которые любят продавать, это очень хорошо. Ну, например, наш парфюм Брюссавилиса стоит 599 гривен в каталоге. Мы можем его купить дешевле, если мы зарегистрированы. И с продажи этого парфюма мы можем заработать где-то 170 гривен. То есть наша цена будет на 170 гривен дешевле. И это здорово, потому что многие люди на этом неплохо могут заработать себе дополнительный какой-то доход. Сегодня во второй части расскажу, почему это имеет право на жизнь. Потому что это быстрые деньги. И многие люди как раз их ощущают, их видят. Следующие более серьезные, конечно, деньги, да, это 43,7. Это так называемая выплата в сеть. Но это не быстрые деньги. Для того, чтобы их получать, нужно, конечно, строить организацию. Нужно делать большой товарооборот. Нужно научиться это делать. Это определенные навыки. Да, для этого нужно спонсировать людей. Конечно, не у всех получается. Конечно, не все сразу это делают. Но поверьте, если вы будете делать все правильно, рано или поздно у вас это получится. И вы сможете построить организацию. Может быть, не так быстро, как кто-то из тех людей, которые, допустим, сегодня я буду о них говорить. Но в любом случае у вас это получится. Если сравнивать с основными игроками на рынке в Украине, то 43,7 это очень хорошая цифра. Допустим, Amway выплачивает 30% всего лишь в сеть. Несмотря на то, что они делают огромные товарообороты, всего лишь вот такая вот получается не особо щедрая компания. Допустим, компания Reflame 35% выплачивает. Faberlic 38%, Herbalife 25%. И не так много компаний, которые выплачивают такую сумму, около 40%. Как правило, это компании, ну, скажем так, не особо известные и они, скорее всего, недолгожители. Речь идет о топ-компании LR, да, и у нас такие серьезные цифры. Я вам хочу посоветовать разберитесь в маркетинг-плане, потому что это, конечно, требует немножко внимания и времени отдельно. Есть презентация, есть, вернее, брошюра маркетинг-плана, она идет для регистрации, есть видеоролики в YouTube, вы можете посмотреть, где лидеры рассказывают о маркетинг-плане простыми словами. Это все можно, можно изучить. Я вам хочу показать примеры о том, что благодаря этому маркетинг-плану наши украинские партнеры выходят на определенные результаты. Да, конечно, не так быстро, может быть, как некоторые хотят, да, потому что вот Вадим Сокровищук, это предприниматель из Киева, он пришел в этот бизнес, будучи уже бизнесменом, у него был свой бизнес, да, и в первый месяц заработал полторы тысячи гривен. В принципе, как для дохода сети, это неплохие деньги, скажу вам, но для большинства людей, в том числе для, я уверен, что для Вадима это были вообще не деньги, но он понимал, что это бизнес отсроченной, скажем так, отсроченного результата. Да, если посмотреть, то через полгода он зарабатывал больше 11 тысяч гривен, да, и через два года его доход перевалил за 50 тысяч гривен, да, и сейчас доход его значительно выше. И у него в команде есть люди, которые зарабатывают тоже очень приличные деньги. Да, и как раз благодаря тому, что Вадим помог этим людям выйти на эти доходы, и у него доход значительно вырос. Это наш пример с женой. В первый месяц мы тоже заработали тысячу гривен, на пятый месяц это уже было больше 10 тысяч гривен, да, были и просадки, были и падения, это нормально, это бизнес. И вот был чек 36, ну, чуть больше, чем 36 тысяч гривен, да, это был наш максимальный. Вот, ну, собственно, речь идет о том, что здесь нет быстрых каких-то, ну, хотя вот Наталья Николаева сделала на четвертый месяц уже такие результаты. Я считаю, что это очень быстро, это нетипично, говорю вам сразу. И некоторые люди, если не получают такого результата, они думают, что все, бизнес не работает. Поверьте, Наталья Николаева сделала огромнейшую работу, сделала большое количество встреч. Наташ, если ты здесь, напиши, пожалуйста, в чате, сколько ты провела встреч вот в первый месяц, может быть, в первые три месяца, если тебе так удобно. Если ты, конечно, здесь присутствуешь, Наталья большой лидер, у него большая команда, поэтому, возможно, она сейчас здесь и не присутствует. Потому что она может быть где-то в разъездах, помогать партнерам, может быть, проводить встречи. Вот, есть вот такой пример, он очень показательный. Это Валерия Иноземцева и Игорь Сулица. Это люди, которые пришли в ЛР, уже будучи состоявшимися людьми. Игорь работает в крупной корпорации, Валерия всегда была руководителем. И, в принципе, довольно-таки самодостаточные люди. Но, тем не менее, они увидели возможность, да, и начали действовать. Несмотря на то, что первые полгода не было каких-то серьезных результатов, они не останавливались. И постоянно ездили на мероприятия, постоянно привозили своих людей. И результат со временем начал догонять. Да, и вот видите, большой рост. Да, я знаю, что на сегодняшний день это лидеры организации с огромной командой. И я знаю, что их доход перевалил за 50 тысяч гривен. И это все благодаря ЛР, благодаря постоянной работе. И пример, который, ну, скажем так, особо мы гордимся этим примером, это наши друзья, наши спонсоры. Харольский, Андрей и Евгения, они сейчас активно работают. Я знаю, что Андрей Харольский сегодня в Запорожье, может, уже едет назад. Евгения в Днепропетровске, да. И несмотря на то, что они сейчас живут в Киеве, они активно работают и помогают своим партнерам. Конечно, их результат совсем нетипичный, потому что это люди, которые, ну, во-первых, имели опыт в сетевой индустрии, а во-вторых, они сделали огромную работу. Это был их единственный вид деятельности, да. То есть, если, допустим, большинство людей это совмещали со своей работой или с бизнесом, да, то Андрей и Евгения, они пришли сюда. У них были долги, и они поставили, что говорится, да, на этот бизнес. И сейчас их доходы больше 100 тысяч гривен. И, да, они уже больше трех лет в бизнесе, но они помогли большому количеству людей, в том числе и нам, преуспеть. И сейчас активно расширяются. И я уверен, что их доходы, мы скоро увидим, они будут больше 200 тысяч гривен. И, собственно, Хольгер Кунат, это наш вышестоящий спонсор, тот человек, который, благодаря которому мы все в бизнесе, да, он живет в Германии. И буквально недавно он приезжал в Киев. Поставьте плюсики тех, кто был на этом событии, кто видел Хольгера Куната в Киеве. И я, честно говоря, просто, ну, настолько зажгло меня его выступление. И в первый, и во второй день это было незабываемое мероприятие. И вы знаете, такая энергетика от этого человека. И ты понимаешь, что этот человек, ну, не то, что сейчас расслабился и пожинает плоды работы, которая была сделана 25 лет назад. Нет, этот человек в активной фазе, он постоянно строит бизнес и это чувствуется. Да, и я думаю, что вы все тоже почувствовали, особенно те, кто был на Академии на второй день. Это было просто что-то, что-то нереальное, да, такой человек, он впервые. Я напоминаю, что впервые он приехал в Украину и проводил бизнес-день. Если вы не были на этом бизнес-дне, то я скажу, у вас будет возможность посетить еще одно мероприятие с Хольгером. Но все будет зависеть от партнеров Украины, насколько быстро мы сделаем серьезный результат. Да, точнее нужно 20 лидеров группы. Поэтому, может быть, вы будете одним из них. Может быть, вы воспитаете даже нескольких лидеров групп. И Хольгер Кунетт обязательно приедет к нам еще раз. Мне приятно, что здесь собрались ключевые партнеры. Я вижу нескачаемое количество плюсов. Да, несмотря на этот уровень, он не останавливается. Вот мне кажется, вот это вот, ну, это самое важное. И у него спросили, а зачем ты это делаешь? Ты миллионер, ты зарабатываешь такие огромные деньги, да, в месяц больше 200 тысяч евро. И он сказал, что, вы знаете, это какой-то спортивный интерес. Да, то есть он не ради денег это уже строит. Он уже давно обеспечил себя и своих близких, и свое будущее, будущее своих детей. Но вопрос в другом. Это определенный стиль жизни, это спортивный интерес. Да, как спортсмен, так же и он. Он хочет взять следующий уровень, следующий. Именно для этого он постоянно развивается и постоянно работает. Да, 100%. Четвертый фактор, это уникальная автоконцепция. Компания LR уже за время работы автоконцепции выдала более 8000 Volkswagen Polo. И это не только Volkswagen Polo, это автомобили первого уровня автопрограммы. Да, сейчас в Украине это Toyota Yaris, где-то в других странах это, может быть, другие автомобили, какие-то и Opel. И, ну, неважно. Суть в том, что класс автомобиля примерно такой. И 1600 Mercedes, да, и автомобилей более высокого класса. И 60 Porsche. Я хочу вам показать несколько слайдов, как сработала автопрограмма у наших соседей. Да, в России, конечно, LR пришла раньше. Да, и вот на второй день буквально уже, ой, на второй год было 1000 Volkswagen. На третий год 1500, это Андрей Харольский сфоткался возле 1500. И сейчас там более 2000 автомобилей. Вот наши украинские автомобили. И я вам скажу так, что автопрограмма в Украине, она постоянно модернизируется, да, потому что в связи с курсом гривны, да, носительно доллара, нам очень тяжело взять автомобиль в лизинг или в кредит. Да, именно автопрограмма подразумевает, что компания выплачивает вам автобонус. Да, и учитывая то, что LR нам за эти три года практически не подняла цены, и сейчас кому-то сказать просто смешно, что у нас, ну, грубо говоря, доллар у нас 11,4, да. То есть был 8, сейчас 11,4. Многие компании его индексировали, и доллар у них там 30, допустим, да, как у некоторых компаний. У некоторых там 20, у некоторых 25. Вот, но суть в другом, суть в том, что компания нам не подняла цены так сильно, да, то есть буквально на 38% за это время она подняла, хотя доллар вырос на 300%, да, даже больше. Вот, и благодаря этому компания постоянно развивается, постоянно ищет, каким образом может улучшить эту автопрограмму, и буквально через неделю вы узнаете о новшествах, которые нас ждут, да, и о том, как будет работать автопрограмма, и о том, какие будут еще альтернативы, да, что вы можете получить. Я вам скажу, что это просто, ну, допустим, закину удочку, наверное, многие знают, многие знают, что в Украине появился седьмой айфон, да. У нас была там нереальная очередь на открытие в Цитрусе. Но я вам скажу так, по секрету, что с LR вы сможете получить такой айфон вообще без проблем. Только нужно будет сделать небольшую работу. Совсем небольшую, и я вам скажу так, что мы, допустим, эту работу сделали буквально там на четвертый месяц, то есть, грубо говоря, на четвертый месяц нам подарили бы седьмой айфон. Ну ладно, это я уже зашел наперед, уже начинаю рассказывать то, что будет 30-го в Днепре. Обязательно приходите, и вы узнаете подробности. Подробности. Помимо айфона, конечно, будут более серьезные подарки и мотивация. Пятый фактор – это топ обучения и высший сервис. Здесь вы тоже, кстати, 30-го узнаете некоторые новинки. Но суть в том, что LR, помимо того, что выплачивает бонусы, она еще тратит определенные деньги на обучение. И, допустим, вы на определенном уровне, на уровне младшего менеджера можете попасть на более узкое обучение. На первом этапе вы можете попасть на бизнес-день, который будет 30-го октября. То есть, какие-то навыки приобрести, как стать младшим менеджером, вам там расскажут. Или, может быть, на вот таких вебинарах вы какие-то будете навыки приобретать. Во второй части, в частности, я это буду рассказывать. На следующем этапе ваша задача стать 21%, да, младшим лидером группы. Как раз вот Академии младших менеджеров об этом рассказывают, да, то есть учат. И на следующем этапе, конечно, когда вы становитесь младшим лидером группы, вы попадаете на обучение в Германию, и вы попадаете на завод. Ой, это я уже проговорился. Да, лидером группы раньше надо было стать. Сейчас будет вас ждать очень классная возможность. И я вам скажу, что вы сможете проще и быстрее, чем мы это делали, попасть туда, в Германию. Вы знаете, там вы увидите, где производятся продукты, как их расфасовывают. Вот здесь вы видите слайд, где моя жена Виктория стоит в складе. И как раз вот с этого склада продукты идут к нам в Украину, в Киев, и потом к нам домой в ванную комнату. Да, поэтому после таких мероприятий, после того, как вы посетите этот завод, этот офис компании, если вы будете там внимательно за этим всем смотреть, вы будете обучаться, то я думаю, что уже это определенная точка невозврата. Вы будете понимать, что это серьезная компания, вы сможете связать свою жизнь с этой компанией. Конечно, ЛР поощряет еще и определенными гулянками, я бы так сказал. Да, вы сможете с ЛР не только обучаться, вы сможете и развлекаться. Это определенного рода гала-вечеринки. Вот здесь это было 30-летие компаний. Да, конечно, там были и поздравления, и вручения годовых чеков. Короче, это просто невероятное мероприятие. Сейчас аж мурашки по коже. Я думаю, многие, кто там был, ну не так много людей на самом деле там было, сейчас тоже вспомнили это ощущение. Это было супер. Это было незабываемо. Итак, я вложился практически в 30 минут. Я, конечно, старался вам передать свои эмоции, потому что ЛР это действительно компания, которая может поменять вашу жизнь в лучшую сторону. И это, по моему мнению, одна из лучших возможностей, которые есть сегодня в Украине, в это нелегкое финансовое время поменять свою жизнь. Конечно, не быстро. Конечно, не сразу. У вас не будет каких-то прям колоссальных прорывов, скорее всего. Но если вы будете делать эту работу постоянно, и сегодня я буквально через несколько минут во второй части об этом расскажу, то рано или поздно у вас все равно будут результаты. И, конечно, вы здесь никак не сможете, скажем так, прогореть. Потому что если взять традиционный бизнес какой-то, там, конечно, риски огромные. Зачастую многие люди прогорают, вкладывают серьезные суммы и остаются без этих денег, зачастую залазят в долги, то в ЛР, ну, максимум, что вы можете потерять, это какое-то время. Да, может быть, вы поймете, что бизнес не для вас, что вы не такой человек, который должен состояться в бизнесе. Но, с другой стороны, если вы готовы меняться, если вы готовы обучаться и действовать постоянно, параллельно со своим основным доходом, то ЛР это действительно лучшая возможность. И я хочу ненадолго попрощаться с вами, буквально на одну-две минуты, потому что сейчас будет вторая часть, в которой я расскажу ваш путь в ЛР, да, что может вам дать ЛР, и основные моменты, на которые стоит обратить внимание на пути к младшему менеджеру и потом на пути к лидеру организации. Вот. Поэтому всем спасибо. Всех рад был видеть. Если кого-то во второй части не увижу, ну, значит, вам вторая часть не нужна, может быть, вы еще не готовы, а может быть, мало ли, какие у вас там свои причины. Все. Всем спасибо. Через две минуты снова здесь, во второй части. Друзья, как слышно, поставьте цифру в чат. Как вам мотивация? Как вам ролик? Я думаю, что многие уже видели этот ролик, да, я его уже включал когда-то на вебинаре, но в очередной раз пересматриваю и понимаю, что действительно, действительно, хочешь, не хочешь, если ты планируешь где-то преуспеть, то ты просто должен посетить этому времени, ну, достаточное количество времени. И именно поэтому мы видим чемпионом, именно поэтому мы видим каких-то огромных личностей, да. И очень часто, я не знаю, как у кого, да, но бывает такое, что ты общаешься с каким-то успешным человеком, да, и ты понимаешь, что классно, у него какой-то бизнес, и ты тоже вроде как хочешь такого же, да. Но иногда мы просто видим верхушку айсберга. Точно так же мы можем увидеть какого-то лидера в ЛР, там такого, как Генри Хэрдман, например, да, или Хольгер Кунат. И у кого-то может закраситься какая-то мысль, вот им повезло. Но поверьте, это люди, которые потратили огромное количество энергии, усилий, времени и получили тысячи отказов, да, в нашем бизнесе. Именно поэтому я вот хотел начать вот эту вторую часть как раз вот с этих, с этого ролика, да, потому что наш бизнес, он четко ложится в эту концепцию, потому что, да, да, действительно, к сожалению, мы работаем на работе и иногда нам не дают, ну, скажем так, вырасти выше определенного потолка. Но, вы знаете, когда вы ходите на работу, вы воплощаете чьи-то мечты, да. Да, и мне очень нравится фраза «Секрета миллиардеров», да, Алексея Луконина, когда он сказал, что вас купят оптом и продадут в розницу. Вы можете задуматься, если вы работаете на кого-то, это вот четко ложится как раз вот, задумайтесь, вас купят оптом и продадут в розницу, потому что ту работу, которую вы делаете, она, скорее всего, приносит больше прибыли. И я ни в коем случае не хочу, чтобы сейчас вы пошли увольняться с работы или что-то в этом роде, ни в коем случае, но поверьте, вы, ну, задумайтесь просто, к чему это ведет и создавайте параллельный источник дохода, создавайте бизнес ЛР, делайте это параллельно. И когда ваш доход с ЛР будет в два раза как минимум превышать доход с вашей основной работы, тогда вы можете задуматься, может, есть смысл бросить эту работу, да, и заниматься только ЛР. И только в таком случае, ни в коем случае я вам не рекомендую уходить с работы до того, как ваш бизнес ЛР приносит вам хотя бы такую же прибыль, а лучше в два-три раза больше. Вот, ну, вообще, это вопрос очень серьезный, нужно консультироваться со спонсором. Вот, ну, суть в том, что нужно для того, чтобы преуспеть, нужно смотреть на длительную перспективу и нужно каждодневные небольшие действия делать, да, именно поэтому у нас есть планировщик, именно поэтому целая система создана для того, чтобы мы могли пошагово пройти и преуспеть. Итак, я постараюсь вам рассказать, как стать младшим менеджером, да, для тех людей, которые уже являются младшими менеджерами и выше, ваша задача сделать новый этот уровень, да, то есть сделать, может быть, с новыми людьми, может быть, сбоку новые 4 тысячи баллов, да, и три бонусных ветки, ну, короче, сделать новый, новые 4 тысячи. Вот, конечно, здесь будет расписана и инструкция, как сделать это, ну, как сделать больше уровень, да, потому что основной бизнес как раз вкладывается вот, вот концепцию вот в эту. Основные базовые ценности нашей системы, да, это вот дубликация, это стандарт и свобода, что имеется в виду в дубликации, да, потому что иногда мы приходим в бизнес и мы начинаем делать какие-то вещи, которые, по нашему мнению, кажутся сработают, да, мы начинаем там создавать какие-то интернет-магазины, выставлять где-то продукты на полочку продавать, да, у кого-то, может быть, есть возможность, и он начинает торговать этими продуктами где-то на рынке, и мы думаем, что таким образом мы построим бизнес. На самом деле это очень неправильно и это недублицируемо, да, потому что большинство людей, они не могут это себе позволить, да, или у них нет там знания какой-то в IT-сфере, да, они не могут себе организовать там какую-то страницу захвата или что-то в этом роде, да, рассылку сделать. И поэтому наша задача делать простые действия, которые может повторить любой. Конечно, для этого наша система создала нам определенные стандартные инструменты. Да, у нас есть руководство, у нас есть видео, у нас есть 10 шагов, именно для того, чтобы мы делали все стандартно. Но это определенным образом может дать нам свободу, потому что если вы будете делать все по системе, ваши партнеры будут дублицировать вас, и таким образом вы сможете, ну, грубо говоря, даже не выезжая куда-то далеко, вы сможете строить бизнес, да, потому что вас будут дублицировать, да, ваши события, которые вы запустите в вашем городе, будут дублицироваться в других городах. Может быть, вам придется, конечно, в несколько раз туда съездить, поставить это, ну, скажем так, эту систему, да, я уже сейчас говорю для людей, которые, ну, более высокие квалификации имеют. Вот, но суть в том, что для вас созданы все эти условия. Все, конечно, зависит от ваших целей. Если вы приходите в бизнес, и вы хотите быть просто, ну, потребителем, да, если вы приходите даже не в бизнес, в компанию, ваша задача просто потреблять продукты. Все, вам не нужно посещать события, вам не нужно обучаться, вам не нужно, в принципе, ничего, вы просто покупаете и пользуетесь этими продуктами. Если вы пришли для того, чтобы заработать дополнительные какие-то деньги, да, то есть зарабатывать на продажах, то, конечно, вам тоже нужно потреблять продукты. Как вы можете продавать то, что сами не пробовали, да, но это нелогично. И именно поэтому для этого вам нужно потреблять продукты и, конечно же, заниматься продажами. Но если же ваша цель – это основной доход, то есть построить карьеру с ЛР, да, выйти на серьезные доходы, сделать это основным своим делом, да, то вам нужно не просто, скажем так, спонсировать, вам нужно и потреблять продукты, и продавать продукты, и, конечно, спонсировать людей. Именно поэтому здесь у нас есть такое понятие, как ключевой человек, да, который, ну, такое очень объемное, я бы сказал бы, понятие, да, потому что быть на 100% ключевым человеком, ну, очень тяжело, да, потому что, ну, как правило, даже лидеры, они не могут быть постоянно на 100% ключевыми людьми, да. Рано или поздно бывает момент какой-то, мы расслабляемся, мы выпадаем, и в какой-то месяц мы не на 100% ключевые. Как выглядит наша система работы? Ну, первый шаг – это, конечно же, презентация, да, и наша задача – познакомить нашего кандидата с компанией, с возможностью построения бизнеса, да, путем показа видео, или же с продукцией, да, то есть у нас есть такой инструмент – тестовый набор. На первом этапе мы даем человеку или же показываем бизнес, или же даем попробовать продукцию нашу. Конечно, для этого нужно человека пригласить на встречу, это само собой. Эти все инструкции есть в 10 шагах, и используйте их. На втором этапе, когда мы провели встречу человеку, да, когда мы, может быть, дали ему тестовый набор, он попробовал продукты, наша задача его, ну, помочь принять ему решение, да, и для этого, конечно, мы предлагаем ему посетить какое-то событие. Это может быть вот такой вебинар, на котором сегодня вы присутствуете, это может быть стартовый семинар, который проходит у вас в городе еженедельно. Да, я скажу, что сейчас, ну, скажем так, проходят в крупных городах такие мероприятия по четвергам обычно, и в Днепропетровске у нас в офисе каждый четверг в 7 вечера проходит такое мероприятие. В Киеве проходит такое мероприятие, я знаю, что в Одессе проходит такое мероприятие, и в Харькове, в Запорожье вы связываетесь с лидерами этих городов, и по спонсорской линии узнаваете, где адрес, время, куда вы можете отправить своего кандидата. Конечно, я вам рекомендую начинать сначала со своего города, потому что очень часто мы, ну, ищем более сложный вариант и придумываем велосипед. Начинать нужно, конечно, со своего. Как пригласить человека, да, на мероприятие? Есть определенные шаблоны, и, конечно, большинство людей сразу же они не готовы принять решение, да, что делать. Они обычно говорят, я подумаю, да, то есть они не могут там зарегистрироваться сразу же, и, конечно, нужно стараться как можно, ну, уменьшить количество таких людей, да, которые идут думать, вот. Именно поэтому один из классных вариантов – это продать человеку билет, да, и ни в коем случае не нужно человека там переубеждать, там, уговаривать, да, то есть человеку нужно продать билет, да, или же пригласить его на вот такое вот событие, да, если он не готов купить билет. Вот здесь есть на слайде шаблон, вы можете его сфотографировать, можете сделать скриншот, или же потом вы сможете посмотреть это на, ну, в записи, да, ну, он звучит примерно так, что через 5-7 лет продукты ЛР будут присутствовать в каждом многоквартирном доме. Каждый день ты будешь встречать автомобили ЛР на перекрестках нашего города, тебе будут предлагать купить продукты ЛР, ты будешь ежедневно видеть людей с сумками и пакетами ЛР на улицах, тебе будут даже дарить подарки от ЛР. Все, ты можешь стать частью твоего бизнеса, начнешь не начешь, твое дело, но приди на стартовый семинар или посети вебинар и разберись. Да, и вот такой вот шаблон, мне он очень нравится, я его стараюсь всегда использовать, и поверьте, это работает. Главное, чтобы вы не замылили его, да, то есть чтобы вы сказали вот примерно вот так, то есть меньше слов, в общем, я имею в виду презентации, да, а больше по делу, то есть каждый раз, когда вы что-то презентуете, вы должны держать в руках билет, вы должны человека, ну, куда-то, скажем так, отправлять, на какое-то событие, или же договариваться на встречу со спонсором, это тоже работает. Если нам человек говорит на встрече «да», конечно, самый классный вариант, да, когда человек говорит «да». Я хочу показать вам несколько шаблонов, вы тоже их сфотографируете, возможно, вы что-то свое с этого всего сделаете, да, но суть в том, что эти шаблоны работают, они проверены. Спасибо дивидению Тимохину, который когда-то поделился с нами вот этими шаблонами, и сейчас я вот как раз его методику использую, и вам тоже передаю этот опыт. Если человек говорит «да», ваша задача точно так же сказать «супер, правильное решение, я тебя поздравляю, у нас серьезный бизнес, да, и наш бизнес включает в себя определенные события». Если ты хочешь, ну, скажем так, действительно серьезно здесь развиваться, то ты должен посещать такое событие. Вот тебе билет стоит он там 50, 80, 100 гривен в зависимости от города. Покупай и приходи. И очень важный вопрос «сколько человек ты хочешь с собой привезти?» Да, именно это более лидерский вопрос, да, то есть если человек, вы понимаете, что человек стартует, да, то вы можете сразу же спрашивать, сколько тебе билетов нужно, да, сколько людей ты можешь привезти. И наша система построена так, что когда ты покупаешь 5 билетов, тебе это выходит выгоднее, да, и дешевле. Именно так мы поступили, когда регистрировались, да, именно так нас запускал наш спонсор, именно так мы стараемся запускать партнеров, если они, конечно, настроены на бизнес. Вот. Если человек говорит «я подумаю», вы говорите точно так же, да, ну, примерно так же, то есть я понимаю, что в силу каких-то причин, может быть, там не все я к тебе, ну, гонес. Скорее всего, у меня еще нет опыта, да, я не могу тебе все показать. Вот билет, приди, разберись, ты сможешь на этом событии увидеть, ну, принять решение для себя, увидеть других людей, которые строят этот бизнес. В конце концов, ты сможешь, ну, действительно принять правильное решение и потом, ну, не пожалеть об этом. Вот. И если человек говорит «нет», конечно, вы можете сказать «Окей, все, до свидания», но, поверьте, иногда такие люди, которые говорят «нет», они потом включаются в бизнес и, как Хольгер Кунат сказал, люди, за которых я боролся, они потом были наиболее эффективными лидерами в моем бизнесе, да, именно поэтому иногда люди заняты, иногда у них есть свой бизнес, иногда, ну, они могут вам сказать «нет» сразу же, да. Конечно, если это категорическое «нет», если это, может быть, в каком-то даже нехорошем, но агрессивном тоне сказано, понятно, что мы должны держать осанку и мы «нет» так «нет», «окей». Вот. Но если человек просто сказал «нет», там, мне это не подходит или, допустим, я не буду этим заниматься, вы можете точно так же предложить билет. Да, вот есть прекрасный шаблон от Евгения Тимохина и я уверен, что этот шаблон работает. Да, если вы скажете, ну, поделитесь эмоцией для того, чтобы человек понял, что, ну, мало ли, возможно, ему тоже будет интересно. Я вообще вам советую говорить людям то, что они хотят услышать. Если вы проводите встречу предпринимателю, вы можете сказать «ты знаешь, у нас на бизнес-дне будут люди, которые точно так же предприниматели, да, я могу тебя с ними познакомить». Если это риелтор, вы можете сказать «у меня есть знакомые, которые тоже будут на бизнес-дне, они тоже риелторы, и они тоже много лет уже в этом деле, да, и они строят бизнес ЛР. Хочешь, может быть, что-то полезное для себя подчеркнешь». Да, и очень часто люди приходят на бизнес-день, да, и они видят это своими глазами, и это их, ну, конечно, запускает совсем по-другому. Именно благодаря бизнес-дням принимаются серьезные решения, запускаются люди в бизнес. Есть такие партнеры, которые еще не были на бизнес-дне. Кстати, есть тут такие. Поставьте минус в чат, если вы еще не были на бизнес-дне, ни на одном. Нет таких. Надо же, сегодня все ключевые. Вы знаете, у меня есть такие партнеры, которые зарегистрировались, вроде как они хотели бизнес строить, да, но что-то у них не получилось на первый бизнес-день поехать, на второй тоже, и потом в итоге они, как вы думаете, что с ними? Они сливаются. Я понимаю, что это моя проблема, потому что я, наверное, не смог настоять, я не смог надавить вовремя, да. Может быть, не стоит, конечно, себя винить, но суть в том, что ваша задача человеку показать, а показать вы только сможете на бизнес-дне, на крупном событии. Все. Что бы вы ни говорили за чашкой кофе в кафе, как бы вы там не показывали продукты и не тестировали сайтгарты, поверьте, это не работает, это не так работает, как мероприятие. Именно поэтому, именно поэтому вы должны работать с билетами, да, потому что если у вас нет билета и вы пытаетесь спонсировать людей, но половина встреч это, ну, просто пустую, потраченное время. Вот. Ну, собственно, вот так. Что мы делаем дальше? Самый важный вопрос, если у вас 5 билетов на ближайшее мероприятие. Я понимаю, что бывают такие моменты, что билетов еще фактически нет, да, или, допустим, с приглашенным гостем долго думали, да, или с залом, или что-то еще, но поверьте, вы как можно быстрее должны обзавестись этими билетами и возьмите себе в привычку, мы так делаем, по крайней мере, всегда, я иду на события, слава богу, у нас события очень-очень бюджетные, да, и они стоят намного меньше, чем в некоторых компаниях. И я каждый раз, когда я еду на бизнес-день, я понимаю, что мне нужно будет купить 5 билетов. Да, и я покупаю 5 билетов на следующие события. И у меня есть месяц для того, чтобы эти 5 билетов реализовать, да, для того, чтобы людей привезти туда. Именно поэтому нужно брать для себя билеты. Если вы не можете взять 5 билетов, возьмите хотя бы 2, ну, хотя бы 1, застрахуйте себя, что у вас не будет каких-то там серьезных, непредвиденных ситуаций. И, конечно, этот свой билет продавайте. При малейшей возможности продавайте билет. Вы, конечно, себе купите, но тот человек, который перед вами сидит, возможно, он сегодня говорит, да, завтра у него, ну, совсем какие-то другие дела появятся. Вот, поэтому очень важно, чтобы у вас были билеты на руках. Третий шаг это бизнес-день. Да, если человек уже побывал на презентации на вашей, да, может быть, он побывал на этом вебинаре, может быть, он пообщался с вашим спонсором, да, может вы сами провели его повторную встречу. Да, я хочу вам сделать акцент на том, что повторная встреча должна быть как можно быстрее, да, в идеале, чтобы это было не больше 48 часов. Иногда бывает, что это затягивается, но если это затягивается, эффективность, конечно, уже снижается. Именно поэтому надо стараться, ну, не растягивать этот процесс. На бизнес-дне основная задача бизнес-дня, да, это как раз показать первые шаги. Что нужно делать, да, как работать с тест-паком, как проводить встречи, да, то есть основные моменты. Ну, и, конечно, показать какие-то продуктовые вещи, чтобы человек понял, что у нас действительно замечательные продукты, если он еще их не успел попробовать. Вот, ну, больше разобрался в продуктах. И, конечно, есть более крупные события, это академии младших менеджеров. И здесь основная задача, конечно же, показать, как стать лидером организации. Но для этого вы должны попасть на эту академию, вы должны сделать этого младшего менеджера. И, по сути, наш бизнес заключается в том, чтобы научиться делать младшего менеджера. И потом ваша задача просто себя продублицировать. Если вы это сделали, вы находите у себя двоих людей и помогаете им сделать то же самое. И у вас получается, из 4 тысяч баллов, которые у вас были, добавляются еще два раза по 4 тысячи, и вы делаете еще раз то же самое. И вот ваши 21%, младший лидер группы. Да, и основная задача, вот, дублицировать себя постоянно. То есть, постоянно быть в активной фазе. Но, собственно, если посмотреть на всю систему, да, то наша система в среднем устроена вот примерно вот так. У нас еженедельно проводятся стартовые семинары, да, то есть, какие-то мероприятия. Если в вашем городе этого нет, вы можете пользоваться вот этими вебинарами. Раз в месяц у нас проходят бизнес-дни в крупных городах, да, и академии проводятся, ну, обычно вот ближайшая академия у нас будет после Нового года, да, в Украине. И, ну, основная задача попасть на эту академию. Собственно, если вы планируете расти, вы должны усвоить себе, ну, такой момент, что вы, во-первых, должны быть на всех событиях, да, и вы должны научиться спонсировать людей, да, то есть, основной навык, это спонсировать людей, и здесь вот в этой таблице, кстати, Хольгер Кунат в очередной раз подтвердил, да, подтвердил эти цифры, и он общался со всеми лидерами Украины, с разных веток, да, не только с ветки, там, Генриха Эрдмана, и он подтвердил вот эту статистику, то есть, если вы хотите, допустим, младшего менеджера, вам нужно подключить от 5 до 15 первых линий по системе 21, это не значит, что вы должны подключить от 5 до 15 человек на потребление продукции, да, и показать им тестовый набор, и они подключатся для того, чтобы покупать со скидкой, нет, это значит, что вы должны провести им встречи по нашей системе, с видео, предложить им билет, отвезти их на вот такой вебинар, на стартовый семинар, или же на бизнес день, вот это вот те 5-15 человек, именно поэтому вы должны научиться именно вот этот вот процесс, ну прям круговорот этот делать. Собственно, какой план рекомендуют нам наши спонсоры, наша система? Если вы хотите просто потреблять, конечно, вы постарайтесь, чтобы у вас было более 20 продуктов, для того, чтобы вы поняли, что это за ассортимент, для того, чтобы вы были приверженным покупателям. Если вы хотите, чтобы у вас были такие люди, постарайтесь, чтобы у вас был у этих людей постоянно расширялся ассортимент, то есть ваша задача работать с такими партнерами, которые просто подключились на скидку, работать как с клиентами, то есть показывать им акции, рассказывать им про новые продукты, рассказывать им про какие-то программы лояльности, да, я имею ввиду там золотой клуб там или может быть там подарки какие-то и так далее, вот, если вы хотите чтобы вы или ваши партнеры продавали продукты, да то ваша задача, чтобы они научились работать с тест-паком это классный инструмент, да и 15 тест-паков в месяц нужно отдавать, это вот такой фокус который позволит вам держать хорошие обороты, постоянно делать, ну, 500 баллов и выше и зарабатывать с этого какие-то деньги дополнительные ну и конечно, если вы хотите чтобы ваш бизнес рос, вы должны научиться проводить 30 и более презентаций в месяц я имею ввиду презентации бизнеса, да не просто тест-паков а презентации бизнеса, поэтому если вы хотите основной доход, вы должны иметь 20 продуктов отдавать 15 тест-паков и проводить 30 презентаций в месяц может быть, для кого-то это покажется много но поверьте, для этого вам нужно тратить час, два, может быть, часа в день то есть это не так много иногда бывает такое, что вы там не можете сделать что-то а вы делаете там на выходные эти встречи, да но если вы это будете делать на протяжении нескольких месяцев результат не заставит себя ждать поверьте, это уже проверено многими партнерами в нашем бизнесе ну и собственно вопросы к вам сколько вы планируете презентации в ближайший месяц провести поставьте цифру в чат я понимаю, что планировщик вы будете заполнять скорее всего позже да, и у нас следующий вебинар будет как раз посвящен планированию и работе с планировщиком но я хочу, чтобы вы понимали, что наш бизнес это процесс именно поэтому вы должны постоянно быть в фокусе постоянно, ну стараться проводить ну минимум 15 встреч от 15 до 30 это считается такой очень хороший темп и если вы себе ставите планку меньше 15, то скорее всего вы не будете как-то расти может быть вы будете просто там ну на месте стоять может быть будет какой-то но очень медленный рост вот, хороший темп это больше 15 презентаций сколько кандидатов вы планируете приглашать каждую неделю на стартовый семинар или на такой вебинар тоже поставьте себе запишите себе может быть планировщик если заполните ну сколько людей вы приведете на бизнес день вот это наверное ну самое важное я бы сказал да, у нас есть такая точка приложения силы и эта точка как раз бизнес день и поэтому если вы научитесь приглашать людей на бизнес дни а именно это ключевой навык то бизнес ваш будет очень быстро расти и строится и я вам скажу что допустим для людей которые живут в Днепре и рядом вот эту неделю я вам рекомендую потратить на то чтобы приглашать как можно больше людей и может быть даже несколько фокусироваться на встречах если у вас уже есть группа да, а на том чтобы обзвонить людей тех, которым вы когда-то проводили встречу обзвонить людей которые уже в бизнесе но они не активны обзвонить людей которым вы даже давали тест пак потому что у нас будет в принципе информация и по продукту и пригласить их на бизнес день ну конечно нужно постараться если будет такая возможность провести максимальное количество встреч для того чтобы рассказать людям про этот бизнес день и продать им билет вот ну собственно и главный вопрос будете ли вы в феврале скорее всего это будет в конце февраля у нас вернее в конце января или в начале февраля академия будете ли вы новым младшим менеджером а поверьте с новостями которые вы узнаете на бизнес дне 30 числа я думаю вы очень быстро захотите стать младшим менеджером менеджером и младшим лидером группы потому что те бонусы которые для нас приготовила компания это просто что-то невероятное да и я уже в голове себя прокручиваю Надя говорит а мы вот Надя я тоже думаю вот как же как же получить эти все плюшки вот хоть заново регистрируйся я вам скажу так в других городах вы тоже получите эту информацию у вас есть замечательные спонсоры вы можете прямо сейчас им позвонить после вебинара спросить как это сделать и новости конечно вы получите будет рассылка от компании но это будет немножко позже вот повторяю еще раз бизнес день будет проходить в Миноре в Днепропетровске в 12 часов уже начало с 12 до 4 билет стоит 100 гривен если вы покупаете 5 билетов то 80 гривен вот это вот что касается Днепра что касается других городов я знаю что на выходных на этих прошли бизнес дни поэтому бизнес дни будет немножко позже но задавайте вопросы вашим спонсорам и они дадут вам полный ответ ну и напоследок хочу вам вот такую вот картинку показать потому что это все может окружать вас негатив какие-то критики какие-то люди которые постоянно будут чем-то недовольны они будут говорить что у вас ничего не получится и так далее самое главное в нашем бизнесе это то как вы воспринимаете эту критику как вы относитесь к этим людям поэтому очень важно чтобы вы постоянно были на позитиве чтобы ваши партнеры точно так же это подхватывали и поверьте абсолютно не важно что там кто будет думать чем бы вы ни занимались будут люди которые будут вас критиковать так было всегда так будет всегда поэтому если вы ну к этому относитесь серьезно я вам рекомендую поработать над собой над своим отношением над своей самооценкой для этого есть очень много методов книг и так далее вот спасибо спасибо за информацию по Одессе 12 ноября в Одессе будет бизнес день ну и я знаю что в Киеве тоже будет мероприятие в середине ноября но собственно задавайте вопросы вашим спонсорам у меня все я был рад провести этот вечер с вами всем продуктивного месяца всем больших результатов новых партнеров новых уровней всем желаю быть на сцене на ближайший бизнес день с новым уровнем ну и конечно же сделать прорыв прорыв в этом году и я знаю что ближайший месяц это как раз лучшее время для того чтобы сделать этот прорыв всем хорошего вечера всех рад был видеть здесь слышать если можно так сказать увидимся на событиях пока пока удастся удастся и удастся